Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели Директ-Академии! Мы начинаем нашу новую вебинарную неделю в Директ-Академии с очень интересного вебинара, который проведет Ольга Машкова. Но прежде чем предоставить ей слово, я хотел бы, как всегда, сделать от себя несколько объявлений. Во-первых, разрешите поздравить вас с наступившим Старым Новым Годом. Ну и на этом у нас череда праздников закончилась, и мы начинаем бурную рабочую деятельность. Итак, на этой неделе у нас 5 вебинаров. Каждый день в 12 часов будет вебинар. Итак, я хотел бы объявить, что в самом начале нашего чата я разместил 4 полезные, как мне кажется, для вас ссылки. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, на которой вы можете познакомиться с нашим расписанием. Во-первых, с расписанием на неделю, ближайшим подробным расписанием. И, во-вторых, снизу страницы у нас виртуальное расписание в виде слайдера, в котором вы можете зарегистрироваться на все мероприятия вплоть до конца нашего учебного года в конце июня месяца. Вот, наше расписание потихонечку растет, и уже почти все существовавшие дыры в нем на февраль уже ликвидированы. Ну и потихонечку мы его будем пополнять. Так что следите за нашим расписанием, там будет много интересного появляться еще. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет размещена запись нашего сегодняшнего мероприятия. Если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Это будет хороший выбор для вас, чтобы знать, что происходит на нашем канале и иметь информацию о новых записях. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов нашей Директ-Академии. По этой ссылке вы можете познакомиться с теми девятью курсами, которые мы предлагаем сейчас для изучения. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. На этой странице можно приобрести сертификаты сразу после завершения вебинара. Ну, через несколько минут, скажем так. Вот. И, как всегда, я хотел бы еще представить вам три вебинара, которые состоятся следом за нашим сегодняшним. То есть, завтра, послезавтра и в четверг. Сейчас я эту информацию размещу в чате. Вот эта информация. Давайте я ее прокомментирую. Завтрашний вебинар проведет Игорь Белянин из Нижегородского технического университета. Тема вебинара «Дистант ТВ. Обучающее телевидение. Это просто». У Игоря огромный опыт по созданию в ВУЗе обучающего телевидения. Я думаю, тема очень интересная. И прошу всех, кого эта тема интересуется, зарегистрироваться прямо сейчас. В среду, 16 января, наш генеральный директор, генеральный директор компании «Директ Медиа» Константин Костюк выступит с вебинаром «Профессиональные контентные системы и рынки знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет». Ну и, наконец, в четверг, 17 января, я начну серию вебинаров, посвященную вебинарам. Для тех, кто является спикерами вебинаров, для тех, кто хочет стать спикерами вебинаров, и для тех, кто пока не решился на это, но присматривается. Вот для последних двух категорий особенно я хотел бы провести вот такие вот вебинары, которые посвящены. Их будет 4 вебинара. Первый вебинар будет установочный, который вообще расскажет про то, почему вебинары надо вести и какие преимущества это вам предоставит. Остальные три будут более подробные по поводу подготовки материалов для вебинара, проведения вебинара и про то, что делать с результатами вебинара. Ну вот, вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь я предоставляю слово Ольге Александровне Машковой для проведения нашего сегодняшнего онлайн-мероприятия. Ольга, прошу на связь. Всем доброго времени суток. Я поздравляю всех с сегодняшним Старым Новым Годом. Присоединяюсь ко всем словам, которые сказали вам наш Павел Юрьевич. И желаю всем добра, счастья и радости в Новом Году. И успехов творческих и личных. И с вашего позволения я начну. Я расскажу сегодня о ресурсной базе нашей библиотеки и Московской библиотечной сети по состоянию на сегодня. Напомню основные определения и понятия в ГОСТах и нормативно-правовой базе, касающиеся формирования и учета фонда электронных ресурсов во владении и доступе. Поделюсь опытом корпоративного использования электронных ресурсов. Например, в библиотечной сети попробую ответить на вопрос, как изменить управление организационной структурой комплектования в части работы с электронными ресурсами удаленного доступа для оптимизации информационного обеспечения пользователей. Организация деятельности библиотеки в работе с электронными ресурсами может быть построена по трем направлениям. Это грамотное применение нормативно-правовой базы, в том числе и учета электронных ресурсов, отбор для комплектования электронными ресурсами, подготовка специалистов по информационно-библиотечному обслуживанию. Итак, начнем с терминов. Я сейчас переключусь на файл, который вам можно будет потом скачать. Все файлы, которые будут переключаться, вы сможете после качания скачать. Итак, я собрала определение видов электронных документов по форме организации в отдельный файл, который будет доступен для скачивания. И состав и содержание нормативно-базы в сфере электронных информационных ресурсов в виде таблиц. Основные определения по видам электронных ресурсов доступны, известны вам давно. Это пакет документов, базы данных, библиографическая база данных, полнотекстовая база данных, реферативная, фиктографическая. Для того, чтобы все не перечислять и не тратить время, вы потом посмотрите. Я обращу внимание только на два определения, касающиеся электронной библиотеки. Это одно из определений. Электронная библиотека дано в межгосударственных и национальных стандартах Российской Федерации. Первое определение звучит так. Это упорядоченное собрание разнородных электронных документов, в том числе книг, локализованных в информационной системе, снабженных едиными средствами навигации и поиска и доступных через информационно-котелекоммуникационные сети. Это ГОСТ 2015 года. Второе определение звучит так. Это информационная система, предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска. ГОСТ 2016 года. Несмотря на то, что ГОСТы приняты и утверждены, среди специалистов до сих пор есть разное понимание этого термина и диспуты по терминологии ведутся, продолжают вестись, в том числе и в Фейсбуке и в каких-то других обстоятельствах. Значит, мы воспринимаем уже давно электронные ресурсы как неотъемлемую часть библиотечного фонда. Библиотечный фонд в национальном стандарте 2015 года. Библиотечный фонд технологии формирования звучит так. Определение его звучит так. Упорядоченное собрание документов, формируемые библиотеком или иными учреждениями, в соответствии с их задачами, типом, видом и предназначено для хранения и общественного использования в рамках библиотечного обслуживания. В этом определении нет упоминания о том, что порядочное собрание документов должно принадлежать библиотеке. Поскольку массивы документов, приобретенные во владении и использовании библиотеки в режиме удаленного доступа, являются различные формы хранения и способы библиотечного обслуживания, то важно правильно понимать и учитывать при работе с электронными ресурсами именно это. Хранение документов предполагает организацию их размещения, обеспечение доступности, сохранность на срок, установленной библиотекой. В случае приобретения прав доступа, все это обеспечивает владелец ресурса или упорномоченный информационный посредник внешней организации. Принадлежность к фонду приобретаемой библиотекой документов определяется приказом Министерства культуры Российской Федерации об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. В этом документе под сетевыми данными документами следует понимать электронные документы, получаемые библиотекой в пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями информации или посредниками. В национальном стандарте библиотечная статистика, показательные исчисления, также следует рекомендуется учитывать электронные ресурсы в составе библиотечного фонда как удаленный лицензионный ресурс или удаленный сетевой ресурс в значении лицензированного ресурса. Специалисты предлагают относить документы удаленного доступа к временному фонду. Я сейчас вам кину ссылочку с виртуального методического кабинета ССПИЛ. Вы там увидите, там есть запись конференции фонда в цифровую эпоху в 2018 году. Обратите внимание, там подробно можете познакомиться с пониманием специалистов в этой области. Постоянный фонд включает в себя документы на любом носителе, в том числе электронные документы локального доступа, цифровые копии печатных документов фонда, а также на съемных носителях. Учет всех типов электронных ресурсов сетевых в соответствии с порядком учета документа ведется в так называемых реестрах. Сейчас я восьмой подчеркну, что это такое. Реестра суммарного учета. Они ведутся аналогично книгам суммарного учета. Один из примеров я покажу на примере того, как мы ведем этот документ. Вы его тоже можете скачать после окончания. Ведется он в Excel, распечатывается, подкалывается. У него есть три вкладки. Первая вкладка это, мы его назвали РСУ поступления. Табличка представляет собой, график от табличек представляет собой, они абсолютно все из комментариев тоже я взяла. Мы их адаптировали к своей нужде. Основные графы это номер по порядку, номер книги суммарного учета, номер записи фактически. Вот мы взяли год. И первая запись, вторая, третья, четвертая, пятая. Итак, по годам. Дальше дата записи. Дата записи. Год. Название номер соглашения. Лицензионное соглашение номер такой-то. Исполнитель базы данных или база данных названия. Обязательно срок окончания действия соглашения. Количество баз данных. Единица. И количество документов в пакете. Далее, вторая часть книги суммарного учета, ой, реестр, извините, суммарного учета, это выбытие. Я переключаюсь на другую вкладку. Она состоит из аналогичных граф. Номер записи. Дата записи. Это мы здесь записываем те действия с базой, по которым доступ прекращен. Например, название номера договора, по которому ведется соглашение, исполнитель, срок окончания, количество пакетов, количество названий. И дальше переходим на третью вкладку. Это итоги. Реестр суммарного учета. В итогах реестра суммарного учета мы ставим сроки отчетного периода. Я взяла квартальный. Первый квартал, второй квартал, второй, третий, четвертый. Состояло на начало такое-то количество пакетов с таким-то количеством названий. Оформлено в доступ. Это мы плюсуем, прекращен доступ, минусуем. Итого стоит на конец отчетного периода. Всего последняя строчка за год в нашей библиотеке состоит на конец отчетного года 14 баз с количеством документов 5 миллионов 333 с копейками единиц. И таким образом, если у вас возникли какие-то вопросы, или вам нужна еще форму какую-то, аналогичную форму, предложите по инсталлированным документам, по локальным, пишите во вкладку «Вопросы», не в общий чат, а в «Вопросы», или мне на электронную почту. Мы выложим это отдельно в виде образца на этот виртуальный методический кабинет, и вы можете оттуда скачать и аналогичную форму у себя вести. Далее. Из реестра суммарного учета часть данных заполняется в 6 НК. Какая часть данных именно? Это количество баз данных и количество документов, входящих в состав баз данных. Я плавно перехожу к форме 6 НК, которая у нас сейчас будет заполняться за прошлый год. То, что касается... Я взяла не всю 6 НК, а только ее часть, касающуюся электронных ресурсов. Все, что касается 6 НК вообще, значит, я сейчас вам ссылочку отдельно дам. Сейчас отдельно ссылку в чем дам. В общий. Тише, да? Сейчас я потише сделаю. Что же такое? А вот так хорошо? Потише сделаю. Вот. Я еще подальше, наверное, сделаю. Хорошо, я подальше даже сяду. Все, замечательно лучше стало. Значит, возвращаясь к нашей форме 6 НК, я там вам высылала ссылочку. Высылали? Высылала? Высылала. Это ссылочка на наш виртуальный кабинет, в котором есть отдельная презентация по заполнению формы 6 НК целиком. Сейчас я коснусь только той части, которая касается электронных ресурсов. Здесь такой момент, значит, формирование библиотечного фонда на физических носителях. Учитывается количество оцифрованных документов, поставленных на учет в соответствии с порядком учета, входящим в состав библиотечного фонда, из третьей части реестра сетевых локальных документов. Я пример не привела, но он абсолютно аналогично делается. Там считается количество баз и количество документов оцифрованных. Значит, смотрите, строка пятая, всего, сейчас я его помечу, всего, вот это мы считаем, суммограф, значит, печатные, непубликованные документы. Здесь мы делаем так, общее количество документов, которые мы оцифровали. Здесь мы можем включить книги, периодические издания, как мы делаем. Здесь только книги. Далее, ну, документы на микрофишах мы не цифровываем на других видах носителей. И вот в этой графе, если такая возможность есть, если вы это делаете, можно написать, и даже нужно написать, количество документов из общего объема, которые мы на языках народов России и на иностранных языках. Мы еще, кстати, этого не делали. Будем делать в этом году первый раз. Далее, следующий раздел, который мы должны заполнить, это электронные сетевые ресурсы. Это самый главный наш раздел. В части, касающийся объема электронного каталога, вы, наверное, уже все знаете, я поэтому не буду на этом останавливаться. Объем электронной цифровой библиотеки созданно, приобретено, это аналогично прошлому году. Количество электронных документов, оцифрованных из собственного фонда, и приобретаемых вне зависимости от наличия в фонде, где первая строка 006, это количество документов, поступивших за отчетный год. Седьмая строка, количество документов, выбывших за отчетный год. Восьмая строка, общее количество документов электронной библиотеки. А дальше, общее количество документов электронной библиотеки. Графа шестая. Те же документы, что в пятой, но предоставляемые пользователям в открытом доступе. Далее, инсталлированные документы, число баз данных, на начало года приобретено, выбыло и на конец, как и в прошлом году. Отличие все, отличие составляет только в том, что мы теперь не считаем именно количество в них полнотекстовых документах в этих базах, и базах и даем цифру только на конец, объема на конец отчетного года. Сетевые удаленные лицензионные документы даем в общую цифру только на объем, на конец отчетного года как раз из реестров, которую я вам указала. Значит, число баз данных и количество полнотекстовых документов в них. Соответственно, мы дадим, например, ту цифру, которая была у меня как пример в реестре, это 14 баз данных и 5,3 миллиона документов. Далее. В новой форме строки, как вы видите, крестиком, обратите внимание, не заполняются. Побежим дальше. Значит, число пользователей или посещения библиотеки. В графе 11 посещение удаленных... Посещение... Так, сейчас... Вот оно. Посещение библиотеки удаленно через сеть интернет. Эта цифра считается на основе фиксации посещения сайтов, имеющих отдельный счетчик. Здесь нужно посчитать домены всех уровней сайтов, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. Графа 6. Число зарегистрированных пользователей, в том числе удаленных. Это сюда можно считать пользователей, которые зарегистрированы удаленно и используют библиотеку также удаленно. Далее. Пятый раздел. Библиотечное информационное обслуживание пользователей. Здесь характеристика... Ну, здесь как раз в этой форме шестенка. По этой форме шестенка можно определить, проанализировать востребованность ваших ресурсов, если вы их запомните. Значит, что сюда заполняется? В сетевых, удаленных, лицензионных ресурсах. Например, например, в просмотре нам документов выполняется суммарно то количество выданных документов, из вас данных по подписке, доступ к которым организован по IP-адресу. Если вы можете визуально посчитать или каким-то образом программно детей и молодежь, то вы можете заполнить. Если нет, то вы ставите в стационарном режиме, заполняете только строку 14. В удаленном режиме сетевые, удаленные лицензионные ресурсы, вы считаете количество документов в подписке выданно, просмотрено, доступ к которым был организован по логину, паролю. Графа 10. Графа 10. Значит, выдана, просмотрена из фондов других библиотек, доступных виртуальных читальных залов. Обратите внимание на эту графу. Сюда можно отнести количество документов, выданных, просмотренных из виртуальных читальных залов. Например, электронный фонд президентской библиотеки, мы туда посчитаем, выданной, электронная библиотека, диссертации, национальная электронная библиотека. Если вы опять же сможете посчитать детей и молодежь программно или визуально, то считайте. Если нет, то в стационарном режиме пишите на основании статистики, предоставленной этими базами, разработчиками баз. Далее. В удаленном режиме выдано просмотрено документов. Строка 17. Это количество выданных документов по системе электронной доставки документов. Это из арбикона можно, если кто-то пользуется. Или, например, мы собираемся немножко я сейчас перескочу, это отдельная тема, пока это в проектах, мы собираемся сюда рекомендовать считать доступ к литресу нашей корпоративной сети, ресурс, который используется в нашей корпоративной сети, поскольку библиотеки не заключили договор, а оператором является библиотека Некрасова. Поэтому мы себе вставим вот сюда в удаленный режим выдано просмотре на книговыдачу, а им предложим поставить вот в эту графу, поскольку это на наш взгляд целесообразно. Далее и последний это это то, что называется финансированием. В 6 НК есть графа потраченная на комплектование фонда. Графа 26 указывается данное о величине финансовых средств израсходованных только на подписку к удаленным сетевым ресурсам. Поэтому должно быть все гармонично, то есть пользователи, количество баз данных, количество обращений и что на нее потратили. Если все вместе вы нарисуете себе рядышком и поймете, как это взаимодействует, то у вас нарисуется картинка эффективности вложенных средств и использование этих ресурсов. Так, далее сейчас я вернусь к чему дальше у нас что? Ага. Так, форму 6 НК я вам дала, Прежде чем учесть, нужно закомплектовать. Значит, я плавно перехожу от реестров, 6 НК, опять же, если есть вопросы, мы отдельно потом я отдельно отвечу на них, и к самим непосредственным ресурсам. Значит, если мы электронные ресурсы в библиотеке формируются по нескольким правилам. Собственные электронные ресурсы генерируются в соответствии с имеющимися и собираемым контентом. Оцифровка, создание сайтов, мультимедийных продуктов, электронных библиотек и за счет оплаты сотрудникам библиотеки или привлечения организаций. Фонд бесплатный, Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека, правовые базы, включается фонд по административному решению. Как правило, бесплатные, чего бы их не включить, конечно, уже хорошо. Другой вопрос, как их использовать, это уже отдельная история, я сейчас ее касаться не буду. Что касается в отношении подписки на различные базы данных и электронные библиотечные системы, лицензионные. В публичных библиотеках до тех пор используется традиционная схема комплектования электронными ресурсами, которая описана, например, в статье, давней статье, на которую я напала тоже технология формирования фонда лицензионных электронных ресурсов в журнале Университетская библиотека в 13-м году. Ссылочку я тоже сейчас кидаю вам. Вы ее почитаете. Давайте посмотрим на эту схему. Традиционная схема перед вами. Стандартный комплекс взаимосвязанных задач решается. Я их написала и только не плохо. Подготовительное принятие решения организация доступа к электронным ресурсам. Про мониторинг и отбор ресурсов это отдельная письма. Отбор ведется по содержанию конечно же документов, его научной культурно-исторической значимости, целевому читательскому назначению в соответствии с типом вашей библиотеки. Технические аспекты использования сейчас можно сказать выходят на первый план. функционал и надежность, поддержка поставщика ресурса, условия поставки, лицензирование, модели доступа и финансовая возможность. Следует отметить, что модель формирования владения или доступ зависит конечно же от финансовых условий и постоянства информационных потребностей пользователей. конечно же мы все хотели иметь у себя электронный фонд во владении. Но так как мы не так сильно все финансируемся, то в доступе тоже можно закомплектоваться фондом достаточно эффективно. Подготовительный этап это мониторинг, отбор ресурсов, а также изучение потребностей пользователей. вот здесь такая я бы сказала засада происходит по поводу изучения потребностей пользователя. Вот если в вузовских библиотеках пользователь имеет постоянную потребность, то здесь она не пользователь не имеет постоянной потребности и здесь он может участвовать даже в тесте вот здесь и параллельно с экспертами но можно попасть так сказать в никуда. Пользователя заловить очень сложно в данной ситуации именно в публичных библиотеках поэтому здесь нужно перехожу к организации доступа к электронным ресурсам после приобретения на какой-то период очень важно разработать хорошие инструкции для специалистов по делу обслуживания и пользователей по-прежнему нужно обучать персонал работе с сервисами и контентом доводить информацию до пользователей традиционной рекламы и другими средствами обслуживание пользователей вести через библиотекаря библиографа а также беспосредника и вот здесь я бы сказала очень важный вопрос сейчас я немножко вернусь сейчас мы к нему к этому вопросу вернемся по обслуживанию пользователей я хочу вам скинуть как мы выходим мы выходим из положения по поводу разработки инструкции для отделов обслуживания я собрала так а вот сейчас ссылочку вам кину ссылочку в общий чат еще одну вот обратите на нее внимание там очень много ну практически по каждому ресурсу мы сделали памятки для пользователей мы их постоянно редактируем смотрим поведение пользователей и естественно улучшаем в процессе использования этих ресурсов востребованность электронных ресурсов это главное условие попадания в фонд библиотеки а в дальнейшем пролонгация договора как достичь цели востребованности условия достижения цели определены еще в 2012 году в документах ИФЛа и главным условием является интеграция УБС и а также принцип использования одного окна это когда электронный ресурс доступ к электронным ресурсам осуществляется в одной точке не так как мы привыкли давно-давно когда у нас отдельно ресурсы находятся и каждый ресурс нужно зайти и поискать что-то один запрос поисковое в окно вводится и результаты поиска появляются с учетом поиска во всех ваших базах как показывает практика соблюдение вот этих условий приводит к положительному результату хотя здесь тоже не все однозначно изменения которые происходят в библиотеках которые сейчас происходят в библиотеках по трансформации пространства зон обслуживания технологические новшества для обеспечения доступа пользователей к ресурсной базе на фоне оптимизации и реорганизации объединения структурных подразделений скорее всего они у вас тоже есть с одной стороны приводят к появлению универсальных так называемых библиотечных специалистов универсальных за счет расширения их функционала с другой стороны добавление функциональных обязанностей не всегда соответствует требованию уровню навыков компетенции пониманию задач библиотеки отношение к электронным ресурсам публичных библиотек несмотря на относительное долгое использование в работе нельзя назвать органично полагаю что до полного их восприятия в подсознании их полного восприятия в подсознании у специалистов еще нет в отличие от специалистов узовских библиотек к сожалению причем как со стороны библиотекарей так со стороны пользователей у которых электронных ресурсов нет в имиджевом образе библиотеки созданном в том числе средством массовой информации особенно на этапе первого знакомства с той или иной библиотекой с чем я сталкивалась лично далее по мере рождения постоянного пользователя и его так называемую устойчивой потребности обращения к единому фонду библиотеки появляется новый барьер отсутствие навык работы с разными сервисами электронных ресурсов если еще не создана библиотеки такая единая точка поиска по всем ресурсам о которой я говорила ранее как у нас тоже такие же трудности со стороны самих библиотекарей на передовой при обращении пользователя с точным а в особенности систематическим запросом вся структура фонда которая должна включать его электронную часть в голове умещается далеко не у всех без удобного без удобного профессионального инструмента навигации выстроить алгоритм поиска очень трудная задача мы с вами на наших профессиональных встречах говорим о балансе печатной электронной книги зачем-то противставляем их в СМИ а при обслуживании автоматически предлагаем электронные ресурсы не параллельно одновременно с выборками с тем чтобы дать пользователю выбор а последовательная так сказать во вторую очередь или вообще не предлагаем в самом худшем случае и так в сознании у среднестатистического читателя есть устойчивое понимание что в электронном каталоге можно найти только печатные книги может быть у некоторых есть еще понимание что есть еще и диски для физических носителей но с этим тоже читатели бывают путаницы отчасти из-за возможностей электронного каталога вернее автоматизированных библиотечных систем использования информационной грамотностью пользователей заниматься мы не всегда имеем обоюдное желание да и времени тоже нет мы стараемся находить вот эти выходы как я сказала давая делая инструкции для читателей отдельно для библиотекарей ну естественно мы работаем между собой коммуникацией отделов для того чтобы учить друг друга сегодня извините сегодня перед библиотеками сейчас сегодня перед библиотеками остро стоит задача разработки такой системы формирования фондов которая будет сочетаться комплектование различными видами документов в соответствии с профилем необходимо научиться с профилем так называемой моделью фонда и планировать комплектование так сказать создавая гибридную среду для пользователей по типам изданий ну а теперь мы наверное подходим к нашему к нашим ресурсам перед вами на диаграмме спектр наших электродных ресурсов представлен у нас 14 баз было в 18 году здесь старая диаграмма потому что за 18 еще не успели сделать но она очень похожа в 18 году была похожа картинка вы видите что безусловно лидирует литрес в котором в котором зелененький зелененькое это выдано запрошено и посещение то есть вот эти три столбцы примерно во всех электронных ресурсах соотношение одинаковое то есть пришли много раз чуть меньше запросили и выдали соответственно меньше потому что выбрали что нам надо вот примерно здесь одинаковая картинка совершенно очевидно почему лидирует литрес потому что во первых этот ресурс у нас этот ресурс корпоративный и представляется по всем библиотекам Москвы все остальное предоставляется только в нашей библиотеке поэтому этот самый а нет это наши только цифры отдельные это наши цифры Николич Панал поэтому так же как и с фондом традиционным не секрет что все книги которые художественной литературой выдаются где-то 50% от всего всей книги выдачи все остальное отраслевка она распределяется примерно одинаково так и здесь с электронными ресурсами примерно такая же картинка конечно же когда потребность пользователей очевидна когда ему очень нравится читать художественную литературу естественно пойдет в бесплатный ресурс не будет покупать в Литресе книги если он узнал о том что есть такая услуга в библиотеке итак у нас есть Литрес президентская библиотека полпред пресс-рида знанию Istvue Consultant Plus справочная правовая система Garant e-library Bookmade у нас был библиотеки Nonfiction Rucont и последняя центральная медицинская библиотека у нас тоже был такой ресурс не очень удачно не нашли мы пользователя под использованием не нашли мы этого пользователя никак он к нам не притянулся далее мы немножечко сейчас быстренько пройдемся по всем ресурсам которые у нас есть так как наверное еще время есть у нас я не буду останавливаться на каждом обращу ваше внимание что вот эти значочки в конце презентации в виде условных обозначений есть и вы сможете после того как скачаете мою презентацию очень подробно с ней ознакомиться я остановлюсь на моделях доступа значит особенность так называем удачи вот этого проекта корпоративного литре состоит в том что выдача документов подключение пользователей по логину и паролю происходит выданному в библиотеке книги доступны для чтения в течение двух недель и автоматически стираются с устройства после течения срока модель настолько приближена к библиотечной что пользователи не имеют особенных таких вопросов по ее применению вот конечно все консультации так повторно заказать книгу для пользования после течения строка возможно сразу отвечаю возможно если нет очереди там есть подробно это отдельно наверное по литресу можно что-то будет придумать или пишите обращайтесь ко мне дело в том что мы с этим проектом работаем с 13 года сейчас мы будем оператор ранее в этом проекте были операторы на всю московскую библиотечную сеть 440 библиотек два оператора которые разделялись по возрастному признаку значит операторы обслуживающие детей и мы с этого года мы вот буквально с 10 числа стали операторами единственными денежные средства расходуются очень много по сравнению с традиционными действительно очень много но оно того стоит поскольку этот ресурс на все библиотеки Москвы распространяется я могу сказать что в прошлом году мы потратили примерно у меня сейчас под рукой цифры нет 4,5 миллиона за год на всю московскую библиотечную сеть значит естественно мы дальше работаем над вместе с разработчиком над сервисами подробно я сейчас не буду останавливаться у разработчика есть свои планы которые он реализовал по объединению аккаунтов например этих коммерческого своего аккаунта библиотечного есть здесь свои трудности которые мы преодолеваем чтобы человек понял какой аккаунт ему нужно зайти чтобы взять книгу бесплатно дальше пропивусь вот картинка использования по самостоятельным библиотекам Москвы их у нас 10 естественно в Некрасовке больше всего далее использования по округам примерно одинаковое если например взять Зилау маленький округ и маленькое количество библиотек но пропорции это достаточно в каждом округе от 30 до 50 библиотек в Москве далее поедем электронный фонд в доступе продолжаем представляет библиотека нонфикшн где представлена научно-образовательная литература издания по саморазвитию интеллектуальному досугу мобиль доступ аналогично ЛитРЭС заказывать так заказывать и читать так по-моему вопрос есть к какой процент ага вижу как заказывать и читать их онлайн из дома можно как так на сайте после подтверждения запроса библиотеки пока нужно работать с востребованностью этого ресурса поскольку он не очень востребован возможно из-за того что целевая аудитория еще никак не притянулась ну мы работаем тоже над этим далее безусловно посещение считается посещение библиотеки так конечно посещение электронных ресурсов а нет посещение электронных ресурсов не считаются посещение библиотеки поскольку посещение библиотеки это посещение электронных ресурсов которые находятся на площадке разработчика, они же не могут войти. Это же не посещение библиотеки. Посещение электронных ресурсов считается собственным. Это сайт, это все электронные библиотеки. Ну, по крайней мере, это мое точно личное мнение, достаточно твердое. Хотя тут можно поспорить. Далее, периодика статьи, значит, Istview, это достаточно хороший ресурс, к которому привыкли пользователи. Мы очень долго им пользуемся и, надеюсь, продолжим пользоваться, несмотря на то, что корпоративный доступ будет организован отдельно. По списку документов из различных баз, которые представлены здесь, например, мы все равно подписали отдельно все базы, кроме Центральной прессы России. Пресс-ридер замечательный ресурс, модель доступа через сайт или через компьютеры библиотеки. Единственный минус вот этот, что с компьютера библиотеки, но есть возможность читать документы, скачанные на устройстве пользователя вне помещения библиотеки, то есть нужно туда забежать, чтобы это все закачать себе. Дальше пробегусь, чтобы успеть, но чем мы не успеем. Значит, научная библиотека РУПОНД, объем баз данных перед вами, нужно пройти регистрацию на компьютерах или через Wi-Fi библиотеку, возможно, доступ из дома. Тоже ресурс, который заслуживает внимания. И дальше виртуальные читальные залы, книги, диссертации, коллекции, Национальная электронная библиотека и Президентская потихоньку у нас начали пользоваться спросом. Хотя они не сильно, скажу так, пользуются спросом. Президентская библиотека сейчас тоже единичными читателями востребована, которые занимаются теми или иными исследованиями в области истории. И Национальная электронная библиотека, кстати, нас иногда спасает, поскольку там есть документы, которые в закрытом виде. Обратите внимание, что Национальная электронная библиотека имеет модель доступа как в закрытом, так и в открытом доступе. Нас интересует больше закрытый доступ, потому что он представляется из помещения библиотеки. И у меня были пару случаев, когда книги в фонде не было. Так как я являюсь соведующей отделом управления библиотечных фондов, что занимаясь управлением фондов печатного, мы пару раз предлагали читателям посидеть у нас в библиотеке и воспользоваться Национальной электронной библиотекой. И нашли там современную книгу, которая под авторским правом, но возможно почитать здесь, в библиотеке. И мы были нам больше благодарны. На статьях я не буду, наверное. В открытом доступе есть по медицине. Да, не поняла вопрос. Как? Что есть по медицине? Так, дальше. А, на этом сайте, да? Есть. Есть. Но мало, мало. Думаю, медицинская тема, это, наверное, все-таки заслуживает отдельно. Скорее всего, медицинская тема ближе все-таки к тому ресурсу, на который мы не нашли вот пользователя. Посмотрите первый слайд, обратите внимание. Значит, смотрите, я еще вам обязательно хотела дать... Вот поэтому сейчас ссылочку. Обратите внимание, в ссылке есть файл, который вы можете скачать с виртуального методического кабинета. Называется он «Другие электронные ресурсы». Ну, если по ссылочке пройдете. Которые я в табличке собрала для вас всех. Где есть некий обзор по всем ресурсам, которые мы более-менее тестируем, смотрим за их развитием. Среди них электронная библиотека гребенников, библиоросика, книга фонда, университетская библиотека онлайн, IPR Books, U-Write и так далее. Очень много ресурсов, которые заслуживают внимания. Я немножко перескочу, потому что у меня еще много. Как-то я развернулась. Многообразие электронных ресурсов, освобождающих эсервер, требует от комплектаторов усилий по их оценке, отбору материалов. Детального ознакомления с ресурсами, как правило, предлагаются тестовые доступы. Ну, естественно, мы друг от друга все это с опытом передаем. И, соответственно, вот таким образом через спиртуальный методический кабинет мы тоже стараемся делиться своими наработками с другими людьми, с нашими коллегами. Итак, основные выводы по требованиям, которые мы должны предъявлять к электронным ресурсам. Это подключение из дома по логину и паролю, конечно же. По данным Российской государственной библиотеки, доступ не из читального зала библиотеки, а с рабочего места использования превышает количество обращений к ресурсу, к фонду на 40%. Приобретение прав доступа к внешним электронным ресурсам взамен приобретения во владении создает благоприятные условия для текущего использования документа. Но приводит к образованию лакун. И об этом всегда надо помнить. В постоянном фонде. Помнить надо. Однако льготные условия приобретения ресурсов удаленного доступа через консорциума на условиях корпоративной использования будут способствовать росту временных фондов. Вот этих так называемых, на кавычу их, временных фондов. Для проведения сравнительного анализа я пропущу про инсталлированные и про собственные электронные ресурсы Некрасовки во владении, сайт электронный каталог и цифровая электронная библиотека. Как у большинства, просмотренные книги ВПС должны учитываться как документы. Да, да, да. Однозначно. Просмотренные книги ВПС учитываются как документы выдачи. Это обязательно. Для проведения сравнительного анализа востребованности сетевых электронных ресурсов библиотек города Москвы за 9 месяцев прошлого года были запрошены данные о количестве обращений, книговыдачи и просмотре по каждому из 400 адресов библиотек. Так как по некоторым из ресурсов, используемым в библиотеках, есть только книговыдачи, а обращений нет, то обобщенные показатели нельзя назвать, я бы сказала, корректными. Как мы ни старались, мы сравнительную таблицу не вывели. Поэтому обобщенный портрет электронных библиотек выглядит по таблице, которую я вам переключила сейчас. Следующим образом, значит, лидирует школьный, мы предоставили в тестовый доступ школьный портал, biblioschool.ru ресурс, арт-портал Мировая художественная литература, который очень понравился читателям, ай-пиар-букс, тестовый доступ тоже зафиксирован в вот этом столбе, в количестве библиотек, по которому предоставляется доступ. Нонфикшн также, ну и так далее. Вы посмотрите потом эту табличку до конца. Опрос о ресурсах, которые библиотечные учреждения хотели бы получить в перспективе, показал следующие результаты, которые представлены на картинке. Я хочу завершить, подходит к концу, наверное, время, которое у нас отведено на вебинар, и подвести некие итоги, так сказать, предложить то, те решения, задачи по использованию и продвижению электронных ресурсов. Управление организационной структурой комплектования, части работы с электронными ресурсами удаленного доступа. Управление организационной структурой комплектования в части работы с электронными ресурсами удаленного доступа позволяет провести необходимые изменения для оптимизации информационного обеспечения пользователей. Все эти изменения должны найти отражение в политике комплектования библиотеки в виде корректировки метода формирования постоянного и временного фонда. Предложение, которое я сформулировала, представлено на этом слайде. Коротко скажу, что нужно либо приобретать готовое программное обеспечение, либо реализовать собственный сервис сквозного дискавери, когда пользователе сквозного поиска по принципу одно окно, когда при использовании сервиса дискавери пользователь самостоятельно, без посредника, ищет из всего и находит нужное. Формирование базового набора электронных ресурсов доступа, конечно же, нужно производить с учетом специализации библиотек, применяя наиболее оптимальные модели их использования. Развитие проектов по корпоративному использованию планируется в этом году, и мы по окончанию тестового доступа к ресурсам, о которых я говорила ранее, мы будем работать именно по их корпоративному подключению и формированию эффективной модели корпоративного использования. Возможно, необходимо провести социологические исследования по восприятию и позиционированию этих электронных ресурсов. Большинство посетителей воспринимает электронные ресурсы как довесок к традиционным источникам информации, о них замену. Совместное использование с производителями электронных ресурсов в проектировании дополнительных сервисов для привлечения конечного пользователя в зону бесплатного легального контента. Это главная задача. Предложение по решению подготовки кадров. Это организационное мероприятие по использованию бесплатных электронных ресурсов при обслуживании пользователей. Информирование в разделе сайта вмк.некрасовка.ру Немножко скажу следующее, что я тут вчера обнаружила, что некоторые ссылочки битые не работают. Мы приведем в порядок и устраним эти проблемы. Если вы вдруг что-то увидите, пишите мне, пожалуйста, на почту, чтобы мы быстрее могли это исправить. Предложение по решению задач учета. Важной и нерешенной по-прежнему остается разнородное предоставление статистики от электронных библиотек и БС, которые обязательно в отчетности библиотек. С одной стороны, и неопределенностью методик сбора и анализа со стороны библиотек. Но здесь нам нужно найти некий консенсус. Так как все-таки и нам, и представителям, разработчикам БС необходимо понимать, какие показатели необходимы и достаточны библиотеке. Вот необходимые и достаточные, мы говорили про 6НК, они у нас есть. И для разработчиков должны тоже как-то пригодиться. Конечно, аналитика тоже нужна библиотекам, чтобы понять вот эти обращения, которые не считаются в 6НК. Они являются, отношение обращения к книговыдаче и к фонду тоже является достаточно нужной информацией для определения качества этих ресурсов. Ну и в заключении хочу сказать, что общие задачи, над решением которых нам предстоит еще работать, это интеграция, встраивание российских электронных библиотечных систем, поисковые сервисы, публичных библиотек. Я хотела на них остановиться, но, наверное, в следующий раз. Ну, например, мы в свой электронный каталог положили, мы создали отдельные контейнеры для баз данных, мы Литрес, Знаниум и Руконт положили в электронный каталог. И люди, которые ищут в электронном каталоге, наталкиваются на эти ресурсы автоматически, без посредника. И это тоже очень полезная вещь. Я бы сказала, что это начало интеграции тоже. Развитие поисковых и дополнительных пользовательских сервисов через личный кабинет – одна из задач предоставления заказчикам возможности, нам, то есть с вами, возможности самостоятельно формировать коллекции тоже имеет большое значение. Ну, наверное, на этом я закончу мое выступление. Я выступала первый раз. Если что-то не так, не судите строго. Наверное, всем большое спасибо за внимание. Всего вам доброго. Я сейчас разрешу участникам загрузку своих ресурсов. И вы, пожалуйста, качайте их себе. До свидания. Вас хочу поблагодарить за участие в вебинаре и за те вопросы, которые вы задавали. И хочу напомнить, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Не забывайте нас, приходите на наши вебинары, и будет интересно, будут новые интересные спикеры. Мы постараемся сделать для вас интересные вебинары. Ну что, до свидания. До новых встреч в Директ Академии. Пока. Пока.